В эфире информационная программа Миллионеры по неволе Госкомстат Узбекистана впервые в истории опубликовал сумму среднего месячного заработка граждан страны Эти цифры близка к реальности, потому что в Узбекистане, например, учителя получают около миллиона сумм Стойкий, оловянный Мастер из Астаны вложил все сбережения в увлечение детства Теперь его солдатики расходятся по всему миру Казахских воинов нету на рынке И занимался, и стало понятно, что ниша свободна Материала исторического много Начинаем с главной новости дня В Бишкеке судебные приставы в сопровождении милиции пришли в офис телеканала НТС арестовывать его имущество Сотрудникам канала они зачитали соответствующее определение суда НТС запретили распоряжаться движимым имуществом, телекоммуникационным оборудованием, по передаче данных и телерадиовещанием То есть приставы, по сути, прекратили вещание канала до рассмотрения дела в суде и вынесения решения Напомню, НТС принадлежит политику депутату парламента Мюрбеку Бабанову Осенью этого года он участвовал в выборах президента Кыргызстана, но проиграл кандидату от партии власти Суромбаю Джеймбекову Сразу после выборов Бабанов выехал за границу на лечение и до сих пор не вернулся на родину В ноябре на Бабанова возбудили уголовное дело по статьям публичной призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждению национальной, расовой или религиозной вражды С нами на связи из Бишкека наш корреспондент Джебек Бегалиева, она находится на телеканале НТС Джебек, добрый вечер, расскажите, что сейчас там происходит и продолжает ли канал свою работу Здравствуйте, Шавкат Да, мы здесь находимся уже последние, наверное, часа три, где-то, может быть, даже больше Телеканал работает в штатном режиме, все новости выходят по расписанию Мы приехали сюда одними из первых, наверное, и нам удалось пройти на территорию канала Хотя примерно с шести часов, наверное, канал закрыли Сотрудники правоохранительных органов не пускали никого И не выпускали сотрудников НТС, которые хотели, например, выехать на съемки с оборудованием Дело в том, что судебные приставы, которые пришли на телеканал Заявили, что есть определение суда, в котором прописано, что теперь телевещание на канале НТС должно прерваться А все имущество, включая оборудование и даже радиочастоты, телевизионные частоты, теперь должны быть арестованы И когда все сотрудники пытались какого-то добиться внятного объяснения от приставов Вначале вот каких-то таких адекватных объяснений от них не было И вот что думали на тот момент, что говорили сотрудники, которые находились в этот момент на телеканале Где-то в 5 часов люди пришли в форум, заявили, что они свидетельцы и судоисполнители Затем показали какие-то бумаги, сказали, что это постановление, заявление какое-то показали Сказали, что надо описать здание и имущество, то есть прокрытие Вот, получается, мы ждали руководителя, они вроде приехали с нашими юристами Сейчас разбираются, выясняются Да, Чебек, вопрос Появилась информация, что иск в суд подала некая компания Есть ли уже какая-то информация, что это за компания Грикстон Кэпитал и кому она принадлежит? Ну, судя по сообщениям СМИ, эта компания Грикстон Кэпитал Лимитед Когда-то была аффилирована с сыном беглого президента Курманбека Бакиева Максимом Бакиевым Упоминания об этом были еще в 2011 году в одном из таких серьезных СМИ Кыргызстана Об этом уже писали И вот сейчас в соцсетях тоже рассуждают на эту тему Говорят, либо поменялся владелец у этой офшорной компании Или, ну, неизвестно, что предположения самые разные Хотя сам руководитель телеканала предположил, даже не предположил, наверное Он высказал мнение о том, что эта компания действительно аффилирована семьей бывшего президента В частности, опись оборудования совершенно не мешает никакому вещанию абсолютно Судоисполнитель сделает свою работу, опишет полностью все имущество И, пожалуйста, работа будет продолжаться дальше Поэтому говорить о том, что вещание прекращено Я думаю, что это просто инициатива сотрудников МТО Для того, чтобы создать вот такую шумию А хорошо, а можно узнать, что за компания? Мы от того, что приходим и описываем имущество, стол такой-то, компьютер такой-то Никак не препятствуем вещанию Поэтому эта вся информация была ложная Тогда скажите, кто вы Своим всем коллегам Какая компания? Какая компания и ваша долгая? Если вы сейчас хотите узнать Что происходит, какая компания? Зачем пришли? Я эту информацию вам не даю И не дам такую информацию Вот эта женщина, которая на кадре Она представляла компанию Грегстон Капитал Лимитед Она не представлялась очень долгое время В итоге мы узнали, что зовут ее Елена Демидович Больше никаких подробностей она о себе не рассказала И вот все это время на телеканале Находилось большое количество сотрудников правоохранительных органов Сразу 5-6 судебных приставов И вот этот диалог между руководителями телеканала И приставами продолжался несколько часов И вот после этого нам удалось добиться Хоть каких-то комментариев от руководства телеканала И во время пресс-конференции Они заявили, что считают это посягательством на свободу слова И называют эти действия не иначе, как рейдерским захватом телеканала Потому что все детали вот этого дела Искового заявления, они очень такие, мягко говоря, странные И для того, чтобы поговорить об этом И узнать какие-то еще подробности И чтобы дать оценку, наверное, какому-то вот этим событиям Мы пригласили депутата парламента Представителя фракции Республиката Джурд Кенджбека Букоева Кенджбек Сатанкулович, скажите, пожалуйста Согласны ли вы с тем, что Согласны ли вы с руководством телеканала НТС Который заявляет, что эти действия Правоохранительных органов Представителя судебной власти Можно назвать каким-то посягательством на свободу слова И если это да, то почему так можно считать? Да, я тоже думаю, что сегодняшнее То, что произошло с попыткой захвата НТС Почему? Потому что я очень удивился, узнав от юристов И меня пригласили юристы НТС Что иск подается сегодня В этот же день сегодня выносится определение Без участия представителей НТС Или их юридических лиц И еще сегодня же Вечером после обеда Этого же дня Сразу идет захват НТС Здания Судебными исполнителями Там приставами Правоохранительными органами Это очень оперативно И все это сходится Скорее всего Это по заказу идет Рейдерский захват Телеканала Почему такое отношение у людей к этим событиям? Что-то подобное ведь уже повторялось раньше, да? Да, это получается Второй раз идет захват телеканала НТС Мы помним 2007 или 2008 год При Бакиеве, когда был захвачен Рейдерским захватом НТС После этого Проходя все инстанции Три инстанции судебной власти Они как бы вернулись себе И сегодня опять же за один день Идет односторонний захват опять же НТС И поэтому я сегодня говорил Что это не только Там идет атака на свободу слова На прессу На атака на телевидение Ну и на радио Сан-Джеряда Который уже целый месяц не работает Я думаю, это вообще Нарушение всех процедур Судебных процедур В смысле влево Потому что Все прошли, как говорят юристы Все нормы Время То есть Срок давности, да? Они, судебные власти Сегодня просто не должны были принимать этот иск Они должны были изучать Но срочно принимается Срочно выносится А почему не приглашают сторон НТС? Хорошо, ясно Спасибо вам большое За то, что делили время Завтра депутаты обещают Поднять этот вопрос в парламенте Кроме того Мы сейчас узнали Что дали время НТСу Завтра до часу дня И после часу дня Уже так может быть Что определение судебное Уже будет исполняться И тогда Вещание телеканала Может быть прекращено Пока у нас на этом все Мы будем дальше следить за событиями Из Шавкат Спасибо Напомню на прямой связи Из Бишкека Была наш корреспондент Джебек Бегалеева Продолжаем выпуск К 1 миллион 346 тысяч суммов Или 165 долларов Таков средний доход Узбекистанца В январе Сентябре этого года Эти данные Опубликовал Госкомстат страны Согласно статистике Ежемесячные поступления Узбекистанцев Выросли на 14,3% По сравнению С аналогичным Периодом Прошлого года Напомню Еще 7 лет назад Ныне покойный президент Ислам Каримов Обещал До конца 2010 года Заработная плата Узбекистанцев Составит в среднем 500 долларов Помимо доходов Были озвучены И другие цифры Сообщается Что на заработках За границей Находится примерно 1 миллион 300 тысяч Граждан Узбекистана Есть данные И по поставкам Узбекских товаров И услуг за границу Больше всего Страна экспортирует Энергоносители Более 14,5% От общего числа Более 6% В экспорте Приходится на долю Металлургии Экспорт хлопка Составляет всего Чуть более 3% Насколько реальные Цифры по средней Заработной плате В Узбекистане С этими и другими Вопросами Мы обратились К редактору Узбекской службы Радио Свобода Озодлик Садридину Ашурову Эти цифры Близка к реальности Потому что Например Учителя получают Около Миллиона сумм Это где-то 110-120 долларов Дело не в этом Дело в том Что Эти цифры Впервые Обнародованы В Узбекистане Статистика О средней зарплате Узбекистанцев Впервые Это сказано За 25 лет Если брат В Узбекистане Например Уборщик Получает Где-то 30-40 долларов Кто работает В нефтогазовой Компании Получает 500 долларов Даже больше Это Обобщенные Это Обобщенные Цифры Поэтому 165 долларов Я думаю Сейчас Это Близко К реальности Садридин В Узбекистане Хлопок Это Национальная Идея До сих пор Даже Вопреки Распоряжения Президента На поля Выгоняют Учителей Врачи Студентов И других Бюджетников Однако Доля экспорта У хлопка Всего 3% Есть ли В этом Какой-то Смысл Это Около Миллиарда Долларов От Экспорта Узбекистана Получает От Экспорта Хлопка Но Это Все Говорят Сейчас Стоит Ли Узбекистан Узбекистан Монополистом Хлопка Узбекистан Сейчас Хлопок Для Узбекистана Это Монополия Сейчас Монополия И Шавкат Мерзеев Нинешний Президент Он Уже Начал Реформировать Систему Он Говорит Что Надо Где Будет Хлопчат Лучше Там Надо И Сеять А Где Не Будет Лучше Не Надо Сеять Там Надо Сеять Там Которая Культуре Которая Дает Больше Эффекта Больше Прибыли Один Миллиард Долларов Для Узбекистана Это Ничего Стоит Ли Сеять Этот Хлопок Который От Эффекта Прибыло Много Ущерба От Этого Хлопка И Экономический Ущерб И Моральный Ущерб Великий Политический Дейтель Исламского Мира Такими Словами Назвал Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Президент Узбекистана Шавката Мерзиоев Пост Благодарности Президент Чечни Написал На своей Странице В Инстаграм Кадыров Таким Образом Поздравил Мерзиоева С первой Годовщиной Работы На посту Президента Он Не пожалел Хвалебных Эпитетов И отметил Выдающиеся Заслуги Узбекского Лидера Перед своим Народом И всем Мусульманским Миром По мнению Кадырова Сейчас В этой Центрально-азиатской Стране Чувствуется Подъем В экономике Социальной Сфере Спорте Литературе И искусстве Ассалам Алейкум Президент Республики Узбекистан Уважаемый Шавкат Мерзиоев Накануне Подписал Указ О создании Исламской Академии Этот документ Имеет Огромное Значение Не только Для Узбекистана Но и Всего Мусульманского Мира Очень символично Что решение Принято В день Когда начинается Второй год Президентства Шавката Миромоновича Ранее Летом Он поручил Начать Строительство Международного Исламского Центра Имени Аль-Бухари В Самарканде Я счастлив Что познакомился С великим Политическим Деятелем Исламского Мира Шавкатом Миромоновичем Который Имеет Опыт Волю Мудрость Искреннее Стремление Превратить Свою Страну В процветающий Край Я напомню Что согласно Мнению Многих Международных Организаций Положение С правами Человек В Узбекистане Все еще Плачевные Так в докладе Правозащитной Организации Human Rights Watch Говорится Приход к власти Шавката Мирзиёева Не принес Каких-либо Значимых Изменений Цитирую Власти По-прежнему Тотально Контролируют Граждан Предельно Жестко Ограничивая Свободы Ассоциации Выражения Мнений И религии За решеткой По политически Мотивированным Обвинениям Остаются Тысячи людей Пытки Широко Распространены Теперь к другим новостям Жизнь в контейнере Многодетная семья В Алматинской области После тяжелого заболевания Главы семейства Оказалась В непростой ситуации Подробности В репортаже Дмитрия Белякова Походы за водой В семье Тактабакиевых Ежедневная рутина Фархату 13 лет Он сейчас Временно За старшего Поэтому ходит За водой В соседний поселок Чаще остальных У Тактабакиевых Пятеро детей Четверо школьников А младшей девочке Полтора годика В начале этого года Они жили в большом доме С родственниками Глава семейства Рустам нормально зарабатывал Однако В апреле У Рустама Обнаружили Опухоль головного мозга В мае Его прооперировали И сразу после этого Тактабакиевых Попросили съехать Семья осталась Буквально на улице Но помогли друзья Начальник его Виктор Валерьевич И вот начальник Вот землю Наша земля уже вышла Потом братья поехали Привезли контейнера Поставили И вот Переехали сюда Три контейнера Составили вместе Утеплили Чем смогли Топится семья Углем Воды И санузлов В доме нет Пособие по инвалидности Около 200 долларов В месяц Привезти жилище В надлежащий вид Нет возможности Выживают Тактабакиевы В основном Благодаря Подсобному хозяйству Держат кур И пару коров Хлеб Покупаем И дети мне Каждый день По 400 тенге Каждый день По 100 тенге Каждому Корову приносим Да Познакомиться С семьей приехали Волонтеры проекта Я рядом В предновогодние дни Участники благотворительной акции Собирают письма Деду Морозу От тех Кто нуждается В немедленной помощи И с помощью социальных сетей Находят меценатов Все семейство Тактабакиевых Усадили за стол Скажи пожалуйста А что ты попросил Деда Мороза? А куртку Куртку? Угу А почему не игрушку? Я не маленький Гуля тоже написала Свое письмо Главная просьба Вода Провести живительную влагу В дом можно Из соседнего поселка Но необходимых средств У Тактабакиевых Нет Вот эта сторона Говоришь же Они мне вот Они вот Скажут Тысячи долларов Сказали Я говорю Это я не потяну Я уже ходила В банк Кредит Мне кредит не дали Оказалось Там сразу же выходит Что там инвалиды Это оказывается Не дают сразу сейчас Не дали мне Я думала Кредит возьму Воду проведу Не дали Проект письма Деду Морозу Придумали волонтеры Ольга Рябева И Анна Токишева И за несколько лет Он разросся практически В республиканское движение В этом году Уже подготовлено Около трех тысяч подарков Дедов Морозов Все больше В проект включаются Крупные компании Письма Тактабакиевых Точно найдут Своего адресата Вообще абсолютно Детские наивные желания Никто не просил Ни телефонов Ни гироскутеров Ни планшетов Они попросили Игрушки И мальчишка Один маленький Попросил куртку Потому что она на него рвется Вот Я думаю Подарков будет больше Потому что Ну мы видим Как одеты дети Как одета сама женщина Гульчихрам Гульчихрам Ну стало понятно Что меньше Свободные Материала Исторического Много Журналисты В Узбекистане Журналисту По мнению Родственников И правозащитников Грозит Тюремное заключение И пытки Детское увлечение В семейный бизнес Смог превратить Казахстанский коллекционер Ернар Нурмагамбетов Он открыл Свою мастерскую По производству Оловянных солдатиков Айнур Коскина продолжит Стойки Оловянный солдатик Так друзья Называют Ернара Нурмагамбетова Чтобы воплотить Свою детскую мечту В реальность Ему пришлось Пройти много Многоиспытаний Сейчас он не любит Вспоминать о былом В памяти остался лишь день Когда двоюродный брат Привез пятилетнему малышу Набор пластмассовых солдатиков Обычные солдатики Советские столбики Индейцы Ковбои Я думаю Все помнят Эти Этих солдатиков Все помнят Рыцари Пластмассовые Металлические Разные Многие они Переломались Во время игры Многие не дошли Но Я их докупал Допустим По памяти То что у меня было Я потом Приобретал В интернет-магазинах У других коллекционеров Чтобы начать свой бизнес Ярнару Пришлось продать Целую серию Коллекционных фигурок Которому больше всего Дорожил На вырученные средства Купил краски Олова И начал Отливать солдатиков Прямо в своей квартире Я кредиты не брал То есть я Категорически Как бы Ну Против кредитов И займов Инвесторов Спонсоров Не было Государственной поддержки Финансов Я не получал Все за свой счет И за счет своей коллекции Фигуры Которые я уже собирал Я начал коллекционировать Увидел Что казахских воинов Нету на рынке Ими никто не занимался И Стало понятно Что ниши Свободные Материала Исторического Много Казалось бы Безумную идею Поддержали Семья и друзья Первые фигурки Купили такие же коллекционеры Как и он Через интернет Продажи шли И на ярмарках Ремесленников И там отцу Помогал сын Даулет Это военно-исторические Миниатюры Казахского ханства Ну Примерно Сплава Ну Примерно Где-то 15-16 век Сплава олова В коробочках Там у них Идет специальный паспорт Идет нумерация Потому что Каждый Каждый номер Выпускается По тысяче штук И каждый Пронумерованный Если уже Тысячи штук Закончились Все Их уже Снимают С продажи Маленькая Амина Целыми днями Пропадает в мастерской Говорит Подружки завидуют Ведь папа Иногда доверяет Ей покраску фигурок Зрачки Это самое трудное Нужно взять Самую тонкую кисть И попытаться Попасть В очень маленький глаз Также Есть Рот Который Нужно ровно Линию Прорисовать Чтобы оно Не получилось Каким-то Губастым Или чтобы У него Не были Слишком тонкие Губы Лицо Руки Это тоже Очень сложно Потому что Ни у кого Кожа не бывает Однотонной И нужно брать Например Лоб Одним цветом А бока Другим цветом Я Примерно Часа 3-4 Пыталась его Покрасить Во время Проведения Экспа В Астане Фигурки Казахских Войнов И девушек В национальных Костюмах Разлетелись По всему миру Ернару Уже поступают Предложения Из сувенирных Лавок Москвы И Санкт-Петербурга Свой рынок Надо сначала А так Чуть Освоить Рецепт успеха Ернара Нурмагомбетова Прост Надо верить В мечту И стремиться Ее осуществить Ведь все Взрослые В душе Все же дети Айнур Коскин Организат Успанов Настоящее время Азия Казахстан Астана Такими событиями Запомнился этот день Смотрите нас В социальных сетях В эфире своих Национальных телеканалов И в прямом эфире Круглосуточного канала Настоящее время В Ютубе Я благодарю вас за внимание Всего доброго И до встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»